Это Хабар 24, прямой эфир. 50% растений на Земле могут подвергнуться вымиранию. В ближайшее время еще 75% неизведанной флоры находятся на грани исчезновения. Кроме того, почти половина цветковых растений погибает. Это данные британских ученых. Каковы последствия таких изменений в экосистеме, расскажет Жанна Хусаинова. Почти половина всех видов растений на планете находится под угрозой полного исчезновения. Что касается неописанных человеком видов, то там картина выглядит еще трагичнее. 75% из них уже находятся под угрозой вымирания, хотя мы о них еще не знаем. Об этом сообщили ученые Королевских ботанических садов Кью в своем последнем докладе. Он опирается на исследования 210 ученых из 42 стран. Эксперты предлагают рассматривать все вновь описанные виды как находящиеся под угрозой, если не доказано иное. 45-50% всех известных нам видов растений находятся под угрозой исчезновения. Статистика для тех, о которых мы не знаем, еще более ужасающая. Основная угроза – это утрата среды обитания, изменение землепользования. И причиной этого является преобразование нетронутых экосистем в сельскохозяйственные земли. Чтобы понять масштаб проблемы, стоит вспомнить о том, сколько из подвидов изучены на данный момент, говорят эксперты. Например, всего в мире насчитывается порядка 25 миллионов видов грибов, но лишь около 150 тысяч известны и описаны человеком. А чтобы изучить остальные, потребуется в среднем 850 лет. Если мы не продолжим и не сделаем все возможное, чтобы исследовать те области планеты, где мы не выяснили, какие виды растений и грибов существуют, тогда эти виды вымрут, и мы даже не узнаем, что они когда-либо существовали. Способов решения проблемы не так много. Либо нужно ускориться и находить растения быстрее, либо стоит задуматься о том, как продлить их жизнеспособность. В докладе говорится, 723 вида трав и цветов, которые входят в состав медикаментов, могут исчезнуть вовсе. Основными угрозами для наземной флоры исследователи называют инвазивные виды и болезни, а также человеческую деятельность и изменение климата. При этом многие растения в будущем могли бы использоваться в медицине или стать новым источником пищи для человека. Сегодня всего 15 растений обеспечивают около 90% рациона человечества, который по большей части состоит из риса, кукурузы и пшеницы. Чтобы иметь представление о масштабах кризиса вымирания, с которым мы сталкиваемся, вспомним, что 9 из 10 наших лекарств производятся из растений. Неназванные растения тоже будут одним из ингредиентов для медикаментов. А если они вымрут, то половина будущих лекарств больше не будет доступна для нас. Это будет новый уровень угрозы. Эксперты ООН также предупреждают, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет. Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют нерациональное земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор – глобальное потепление.